Подписывайся на канал Взрыв Мозга и выигрывай Galaxy S8. Подробности в описании. С вами Взрыв Мозга и это 10 людей, в существовании которых сложно поверить. Каджол Хан ес, спит и играет с ядовитыми кобрами. Эта маленькая заклинательница змей называет кобр своими друзьями. Даже несмотря на то, что эти ядовитые змеи кусали ее 3 раза. Каджол всего 8 лет, но она мечтает стать ловцом змей, последовав примеру своего отца. Дженнис Хейли. Содержит тигров у себя в саду. Дом 50-летней Дженнис Хейли соседи стараются обходить стороной. Ведь в расположенном за домом Хейли саду обитают 180-килограммовый бенгальский тигр Янда и 270-килограммовый белый бенгальский тигр Сабер. По словам женщины, она не испытывает страха перед своими огромными питомцами. По ее мнению, тигры воспринимают ее как мать, а они для нее большие пушистые дети. Марк Думас. Единственный человек на земле, который может поплавать с белым медведем. 60-летний Марк и его 49-летняя жена Доум взялись за дрессировку белой медведицы, полагая, что они смогут использовать ее в различных телешоу. Несмотря на то, что полярные медведи одни из самых опасных и непредсказуемых хищников, дрессировщикам удалось воспитать Эгги так, что Марк теперь может даже спать и плавать рядом с этим зверем и не бояться за свою жизнь. Что ж, судя по всему, план супругов удался. Кан Тричан. Жарит курицу голыми руками. Тайский повар обнаружил свою удивительную способность 7 лет назад, когда случайно облился кипящим маслом и не получил никаких ожогов. Кан может погружать руки в раскаленное масло и перемешивать жарящиеся там кусочки без какого-либо вреда для себя. Саймон и Джордж Каллины. Братья-вампиры. Вампиры из саги Сумерки существуют на самом деле. У них даже фамилия такая же. Речь идет о британских братьях Каллинах, 13-летнем Саймоне и 11-летнем Джорджи, которые чувствительны к солнечному свету. У них острые как клыки зубы и очень бледная кожа. А если серьезно, мальчики стали жертвами редкого генетического заболевания. Раджи Наринесинг. Цементное лицо. Раджи Наринесинг является одной из самых знаменитых жертв черной пластической хирургии. Раджи является женщиной-трансексуалом, обратившейся в 2006 году к пластическому хирургу, который вводил своим пациентам под кожу секретную смесь, не рассказывая им о ее составе. Как выяснилось позже, основу данной смеси составлял самый обычный цемент. К счастью, женщине смогли помочь квалифицированные врачи и сейчас она чувствует себя гораздо лучше. Меган Лезерман. Беременная штангистка. Кто-то утверждает, что беременная женщина и штанга несовместимы. Кто-то, напротив, уверяет, что это всего лишь часть естественного процесса, совсем не мешающая ребенку нормально развиваться. Очевидно, что Меган относится ко вторым, так как свои занятия со штангой она так и не прекратила. Известно, что всего за три дня до родов она упражнялась с весом 50 килограммов от груди и 75 килограммов приседания. Кэссиди Хупер. Девочка, родившаяся без носа и без глаз. Кэссиди учится в школе для слепых и утверждает, что для нее нет ничего невозможного. Она поет в школьном хоре, а также занимается спортом. Несмотря на то, что эта девочка не может ни видеть, ни чувствовать запахи, она не перестает восхищаться окружающим миром и любить свою жизнь. На данный момент 17-летняя девушка проходит серию пластических операций, которые помогут ей обрести собственный нос. Пиши свой крутой комментарий и, возможно, именно ты попадешь в следующий выпуск «Взрыва мозга». А вот лучшие комментарии предыдущего выпуска. Кэлли Лиди Кей. Настоящая Джессика Рэббет. Горячая красотка по имени Кэлли Лиди Кей обладает не только соблазнительными формами, но и одной из самых узких талий в мире, диаметр которой чуть больше 40 сантиметров. Для придания своему телу такой формы Кэлли 7 лет носила узкий корсет. Теперь она может похвастаться своей схожестью с одним из самых ее любимых героинь фильма, кто подставил кролика Роджера Джессика и Рэббет. Патрик Дюэл. Самый толстый человек в мире. Знаете, что самое приятное после долгого рабочего дня? Расслабиться на мягкой постели. Однако у всего есть свои пределы. Патрик Дюэл не покидал постель в течение 7 лет. Но это не самый интересный факт о нем. Какое-то время Патрик был самым тяжелым человеком на Земле. Его вес составлял 464 килограмма. Быть настолько тяжелым не так уж легко. Когда Патрику надо было попасть на прием к врачу, пришлось проделывать дыру в стене. Доктора проверили для Патрика операцию по шунтированию желудка. И после он сумел похудеть на 226 килограммов. Однако впоследствии, к сожалению, снова стал набирать вес. Он скончался в апреле 2016 года в возрасте 54 лет. Делай репост этого выпуска ВКонтакте и выигрывай 10 тысяч рублей. Подробности в описании.